Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем готовиться к светлому празднику Пурим, к счастливому празднику Пурим. И мы находимся в месяц Адар. Адар пришел, нужно увеличивать в радости, должен быть рост радости. И так от нас требуют наши мудрецы, наша Тора. А как я могу увеличивать в радости? У меня что, есть какой-то пульт, который включает радость, нерадость? Как мне это контролировать? Говорят нам наши мудрецы, что слово симха – радость. Это точно такие же буквы, как у слова махшава – мысль. Если ты умеешь в мыслях думать позитивно, если ты умеешь мысли негативные убирать, тогда ты будешь в радости. Симха – радость – точно такие же буквы, как махшава. Махшава – это мысль. В этот месяц и вообще всю нашу жизнь мы должны научиться отсекать негативные мысли, которые нас вводят в депрессию. А у нас, говорят ученые, посчитали каким-то образом 60-70 тысяч мыслей в день. И очень-очень много из них, большинство из них негативные. Меня уволят. Не смогу. Больно. Ай-яй-яй. Нет, вот эти вот все мысли ты гони. Прогоняй их. Научись этому уникальному искусству, которое поможет тебе быть в радости всю твою жизнь. И этим мы должны с вами сейчас заниматься. Мы знаем, что когда Адам и Хава нарушили приказ Всевышнего и съели от дерева познания добра и зла, то все изменилось. Раньше Ец-Рара – это было что-то, что не находилось в нас. Я мог подойти и сказать ему, привет, я Яша, а ты кто? А я Ец-Рара. А, вот, прикольно. Но он был вне нас. Но теперь мы отравились, и Ец-Рара находится в нас. Ец-Рара – это не что-то такое абстрактное, такое вот, такое, ну, ой, ко мне пришел Ец-Рара, утепути. Нет, Ец-Рара – это страшный враг, который внутри нас. Его задача – отравлять нам жизнь с помощью мыслей негативных. А наша с вами задача – ему противостоять и отсекать все эти мысли. Знать, что у меня есть Отец на небесах, который меня любит. Он меня по этой жизни проведет, и все у меня будет хорошо. И все у меня получится. Это удивительное искусство. Точно так же, как, знаете, вот мы заходили в такая комната кривых зеркал. Смотришь в одно зеркало, ты такой удлиненный. В другом зеркале ты такой плоский, толстенький. То есть, каждое зеркало, оно как-то по-своему видит нас. И точно так же мы, наши вот очки, наша призма, как мы смотрим на разные вещи, мы сами решаем вот этот факт, вот то, что с нами сейчас случилось. Это хорошо или плохо? Это мы должны определять и всегда стараться везде видеть позитив. Если нам ЕЦРРА говорит, ой-ой-ой-ой, что же там случилось, как же тебе плохо? Мы должны с этим бороться и, наоборот, искать позитив. Вы знаете, была такая семья очень богатая в 30-х годах в Германии, 30-е годы прошлого века, они были очень-очень богатые. Но когда вот началось, вот Гитлер пришел, фашисты начали набирать силу, они поняли, что пора убегать. И они все-все-все оставили пока что и убежали в Амстердам. И вдруг начинается война. Богатейшая семья, где у каждого ребенка было там две нянечки, повара, уборщики. Каждая комната у каждого ребенка просто музей. И эта семья была вынуждена все бросить. Они убежали в Амстердам, хотели потом вернуться все продать. И пока они находились в Амстердаме, они тоже пытались, там я не помню точно подробности, пытались как-то заработать. Но, короче говоря, они полностью разорились. Полностью в Амстердаме ничего у них не получилось. Имущество в Германии все отобрали. Они остались ни с чем. И в доме царила ужасная депрессия. Богатые люди, когда теряют свое имущество, им так сложно. Даже под ЗДОКе, в законах ЗДОКе написано, давай тому, у кого было больше, давай ему тоже больше. Старайся давать ему больше, потому что он к этому привык. Ему очень сложно. Так вот, эта семья находилась в ужасной депрессии. В Амстердаме потеряли все. Что же им делать? Они решили, поедем в Израиль. Уехали они в Израиль. И в новостях они прочли, как только они покинули город, зашли фашисты, уничтожили всех евреев того города. То, что они обанкротились в Германии, а потом в Амстердаме у них ничего не получилось, это было их спасение. Всевышний их спас. И то, что им казалось, с одной стороны, катастрофой. Мы потеряли все имущество. Оказалось, что на данном этапе их жизни это необходимое условие выживания. А потом в Израиле Бог им помог. Всегда нужно смотреть на ситуацию. А вдруг это чудо? А вдруг это добро? А вдруг так и должно быть для меня? И мне от этого будет хорошо. Никогда нельзя впадать в депрессию. Вы знаете, созвездие месяца Адар – это рыбы. Их две. Две рыбы. Нам сразу мудрецы говорят, смотри на ситуацию с двух сторон. Две стороны монеты. Ты упал. А может быть, не так плохо, что ты упал. Может быть, из-за того, что ты упал, ты сейчас медленно идешь. А если бы ты не упал, ты побежал бы и тебя машина бы сбила, не дай бог. Есть разные ситуации. Две рыбы, две стороны монеты. И есть такое тоже интересное, такое свойство у многих людей, что я вижу у другого больше, чем у меня. Вы знаете, вот телескоп, он, если ты смотришь, он приближает, во много раз увеличивает то, что далеко. Если я его разворачиваю, то он наоборот, наоборот уменьшает. И точно так же некоторые люди. Мы видим, что у другого так много приближаем, как этот микроскоп. А когда я смотрю на меня, я разворачиваю этот телескоп и вижу, все так мало, ничего у меня нету, ничего я не могу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А должно быть наоборот. Смотри на свою жизнь с увеличительной точки зрения. Смотри, какой ты счастливый. Ты здоровый. У тебя есть жизнь, у тебя есть семья и друзья, у тебя есть работа. Какой же ты счастливый. А перед тем, как завидовать другим, посмотри в уменьшительное стекло и пойми, что не все хорошо. И это только кажется, что у соседа трава зеленее. Итак, мы с вами обсудили, что Ецарара, наш злейший враг, пытается нас отравить нашими мыслями. И мы должны от этого убегать. Мы должны себе сами загонять в голову позитивные мысли. И тогда мы будем счастливыми. Махшава, мысль, она может нам воспроизводить радость, симха. И поэтому в праздник Пурим мы дарим друг другу подарки. Мы настолько научились быть счастливыми. А когда человек счастлив, у него нету зависти. Нету зависти, мне хочется всем давать подарки. Мы бегаем, раздаем подарки. И это вот пик нашей радости, когда мы научились, научились видеть только хорошее. Гнать плохие мысли, радоваться жизни, радоваться служению Всевышнему. Спасибо огромное за внимание. Хак Пурим Самеах.